А мы продолжаем наше утреннее вещание с вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня мы поговорим об очень серьезной социальной проблеме, которая затрагивает многих людей. Раковые заболевания, бич тысячелетия или болезнь, с которой можно и нужно бороться. Прежде чем мы начнем нашу беседу, давайте узнаем, какая погода ждет нас в эту пятницу. Субтитры предоставил DimaTorzok В Черкесске переменная облачность, ночью слабый снег, днем бессущественных осадков. Ночью и утром туман, ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 8 градусов мороза, а днем до 5 тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. Субтитры предоставил DimaTorzok Какие операции сегодня проводятся на его базе, что могут предложить специалисты пациентам. Об этом и не только мы поговорим с гостем нашей студии. Но перед этим я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Карачаево-Черкесский республиканский онкологический диспансер имени Бутова является крупнейшим на Северном Кавказе центром борьбы с онкологическими заболеваниями. На его базе функционирует современное диагностическое отделение с поликлиникой и стационар, рассчитанный на 100 коек. Ежегодно лечение здесь проходят тысячи пациентов в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи федерального уровня. Роман Пантелеев узнал свой диагноз сразу после Нового года и буквально в течение недели после консультации специалистов был прооперирован одним из ведущих хирургов диспансера. Уже сейчас мужчина идёт на поправку и совсем скоро поедет домой, за что он чрезмерно благодарен всем причастным. Хорошего отзыва доктора Евгения Васильевича. Ну и, соответственно, поэтому я обратился в этот республиканский онкоцентр. Содержание очень комфортно, условия тоже тут, в палате все удобства. Ну, то есть, я доволен, врачи квалифицированные, ну, я считаю, очень хорошие врачи здесь. Каждый год на базе диспансера увеличивается объём выполняемых оперативных вмешательств. Во многом это возможно благодаря постоянно обновляющейся материально-технической базе. Так, за пять лет, благодаря нацпроекту здравоохранения, онкологический диспансер был укреплён 50 единицами передового диагностического и лечебного оборудования. Одним из последних приобретений стал суперсовременный томограф, который позволяет в разы улучшить диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях. В отличие от предыдущих моделей, этот аппарат, он более современный, оснащён специальной технологией Биоматрикс, которая позволяет автоматически подстраиваться под физиологические особенности пациента и таким образом корректируется несоответствие при МРТ-исследованиях. То есть, вот это работает, когда пациенты проходят исследования брюшной полости без задержек дыхания. На предыдущих моделях исследования брюшной полости на МРТ-аппаратах все проводились с задержками дыхания. Постоянно обновляется не только оборудование, но и штат профессионалов, оказывающих высококвалифицированную помощь пациентам. Так, в конце 2022 года в онкодиспансере впервые начал проводить операции теракальный хирург. Если раньше больные были вынуждены обращаться в центры, расположенные в других регионах, то теперь необходимости в этом нет. Это новое перспективное учреждение, которое обладает очень большим спектром оборудования. Получена теракоскопическая стойка и другой инструментарий и оборудование, которое позволяет выполнять все объемы теракальной хирургии. Операции только сделали две на той неделе. Были сделаны диагностическая теракоскопия для того, чтобы верифицировать диагноз, а также удаление образования средостения, сват с ассистенцией. Сейчас в Карачао-Черкесии показатели ранней выявляемости рака на первой и второй стадии около 60%, что говорит о соответствии федеральным индикаторам. При этом руководство медучреждения настроено улучшить данную статистику. Мы набрали очень молодой коллектив, современный, обучаемый. И если у нас есть вопросы по кадрам, иногда мы приглашаем с других регионов на работу к нам опытных врачей-онкологов для развития определенных направлений для лечения онкологической патологии. Помимо диагностической и лечебной функции, республиканский онкодиспансер проводит активную информационную кампанию по борьбе с распространением рака. Организовываются различные акции, призванные обратить внимание на серьезную социальную проблему. Проводятся разъяснительные беседы с населением. Ведутся выступления на радио и телевидении. Сегодня у нас в гостях врач высшей категории, онколог, хирург и по совместительству заместитель главного врача по хирургической части, республиканского онкодиспансера Волосников Евгений Васильевич. Здравствуйте, Евгений Васильевич. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Здравствуйте. Хотелось бы начать нашу беседу с того, что в сюжете было сказано, что с каждым годом в Карачаево-Черкесии улучшается статистика выявляемости рака. Хотелось бы узнать, на Ваш взгляд, с чем связано улучшение данной статистики, какие факторы на это влияют в первую очередь? Здесь многофакторная проблема и многофакторные причины этого. Прежде всего, это улучшение материально-технического оснащения лечебно-профилактических учреждений в качестве диагностики онкологических заболеваний, онкологическая настороженность врачей всех звеньев, начиная от участковых больниц и заканчивая крупными больницами. Ну и общая культура населения улучшается, и люди понимают, что заболевание легче лечить на ранней стадии, чем запустить и потом получить определенные проблемы и с лечением, и с выздоровлением, и с качеством жизни. Поэтому здесь совокупность факторов, которая и позволяет видеть те результаты, которые есть на сегодняшний день по выявлению онкологических заболеваний на начальных стадиях. Мы знаем, что с начала открытия диспансера участвует в различных федеральных проектах. Скажите, пожалуйста, для медучреждения какие плюсы это конкретно дает и в конечном итоге для жителей нашей республики? Это огромные плюсы. Во-первых, это интеграция в мейнстрим российской науки, не только медицинской, но и онкологической. Это позволяет учреждению использовать и применять самые современные технологии, которые используются в ведущих клиниках России в повседневной практике. Это стажировки врачей, это постоянное онлайн и не только онлайн, но и оффлайн обучение медицинских сотрудников, не только врачей и среднего медицинского персонала. Это современным методом диагностики и лечения злокачественного образования. То есть мы находимся на пике самых современных знаний и практических умений в лечении онкологических заболеваний. Мы знаем, что совсем недавно у нас открылось отделение таракальной хирургии. Хотелось бы рассказать нашим телезрителям, что это такое и какие возможности это откроет перед нашими пациентами. Не отделение таракальной хирургии. Мы пока что открыли таракальные койки. И у нас в штате появился таракальный хирург высшей категории. Это специалист по хирургическому лечению опухолей грудной клетки. Это опухоли легких, средостейния, пищевода. Это впервые за много-много лет на Карачаево-Черкесской земле появилась специализированная таракально-онкологическая служба. Раньше ее не было, а сейчас она есть. И это позволит пациентам, жителям Карачаево-Черкесии получать специализированную помощь при опухолях грудной клетки, легких, в условиях нашего диспансера. То есть раньше, получается, что люди уезжали? Раньше эти больные уезжали за пределы республики. Ну, сейчас уезжали, да. А вот если, кстати, говорить о пациентах, кто эти люди, кто сегодня может все-таки стать пациентом онкодиспансера? Только ли это жители Карачаева-Черкесии или, может быть, близлежащих регионов? Нет, конечно. Наверное, по статистике процентов 10-15 к нам приезжают из других регионов на лечение. Это Кавказские минеральные воды, это Ставропольский край, это Чеченская республика, Кабардино-Балкария, Северная Осетия. Раньше уезжали, теперь наоборот, стали приезжать. Тенденция не просто наметилась, она устойчива к тенденции к увеличению жителей, приезжающих к нам из других регионов на лечение. Это говорит, прежде всего, о качестве оказания помощи в Карачаево-Черкесии в онкологическом диспансере. Как, наверное, все знают, что важную роль в борьбе с раком играет диагностика ранняя и профилактика заболеваний. Какая-то работа учреждением ведется, может быть, какие-то акции устраиваете, просветительную деятельность ведете или уже вот только лечить? Нет. Конечно же, лечение любого заболевания, а для онкологического это самое актуальное, диагностика и начало лечения на ранней стадии. Диспансер, мы не только лечим пациентов, но и проводим профилактическую работу. С 4 февраля в нашей стране проводится неделя борьбы с онкологическими заболеваниями. Наши специалисты участвуют в онлайн-брифингах, они проводят агитационные мероприятия, они проводят разъяснительную работу, они выезжают на профилактические осмотры в поликлинике, в районные больницы для проведения профилактических осмотров, для оказания консультативной помощи врачам первичного звена для выявления злокачественного образования. Ну и самое главное, говорю, это профилактическая работа, это разъяснительные беседы с населением о том, что такое вообще онкология, как ее профилактировать, как ее предупреждать, как ее выявлять и как она лечится. На сегодня рак это не приговор. Это, наверное, самое главное, что хочет услышать пациент, который получил такой диагноз. И мы это доносим, потому что я еще раз подчеркну, что чем раньше мы начнем лечение, установим диагноз злокачественной опухоли, к сожалению, если она появилась у человека, тем лучше результаты лечения и сроки лечения, и качество жизни от этого совершенно иное. Ну вот как складывается все-таки, ну раньше была тенденция такая, да, люди до последнего терпели, скажем так, да, боялись, может быть, обращаться к врачам. Сейчас можно ли сказать о том, что эта тенденция меняется? И, наверное, самый такой распространенный вопрос, может ли человек сам диагностировать у себя рак, ну заподозрить, что у него вот раковое заболевание? Есть ли какие-то сигналы, скажем так, когда стоит 100% обратиться к врачу? Есть, конечно. Каждая опухоль, она же не возникает сразу большой, она проходит определенные стадии, и вот в процессе своего роста и возникновения в организме происходит появление вот этих ранних так называемых симптомов. Конечно, человек сам себе диагноз опухоль установить не всегда может, но он должен понимать, что при появлении каких-то неблагоприятных признаков лучше всего обратиться к врачу за ранней диагностикой и лучше исключить опухоли, перестраховаться, чем ее доводить до стадии, тогда, когда уже приходится применять весь комплекс не только хирургических методов лечения, и лекарственную терапию, и химиотерапию подключать. Да, сейчас население стало более, ну, я бы сказал, более качественно относиться к своему здоровью, потому что, ну, здоровье – это самое главное, что есть у человека. И люди стали понимать, что, я еще раз говорю, рак – это не приговор. Будем об этом помнить и напоминать постоянно. Мы об этом помним, напоминаем и говорим людям. И как результат этого, вы в начале программы сказали, что количество пациентов с каждым годом, которых мы выявляем опухоли первой-второй стадии, увеличивается. Это нас не может не радовать. Вот хотелось бы узнать, как происходит лечение человека, вообще, какие стадии он проходит, обращаясь в онкодиспансер? То есть он напрямую приходит к вам или направляют? И дальше вот как происходит лечение? По-разному он может приходить. Если диагноз устанавливается где-то вне стенок профильного нашего учреждения, то врачи районных, городских больниц, поликлиник, они направляют пациентов для уточняющей диагностики к нам в учреждение. И попав к нам в учреждение, мы уже полный комплекс обследований проводим для того, чтобы либо подтвердить, либо исключить заболевание. Также человек может напрямую прийти. У нас есть центр амбулаторной и онкологической помощи на базе нашего учреждения. Если он что-то заподозрил неладное в состоянии своего здоровья и подозревает наличие какой-то опухоли, он может прийти самостоятельно. Для этого только лишь желание наличия полиса и паспорта. И в онкодиспансерии проведется тоже весь комплекс диагностических мероприятий, который позволит либо исключить заболевание, либо его подтвердить. То есть это все-таки бесплатно, правильно? Абсолютно. Часто останавливает многих людей, которые думают, что это будет стоить больших денег. Нет. Мы знаем, что вы не просто заместитель главного врача, вы еще и практикующие хирурги сами лично проводите операции. Даже утром сегодня проводили операции, вот вы перед записью об этом рассказали. Скажите, пожалуйста, с какими случаями такими необычными, может быть, вы в своей практике сталкивались? Может быть, самые сложные или наоборот самые легкие были какие-то ситуации? Я говорил, что каждая операция определенный отпечаток и в памяти, и в мыслях, и в душе откладывает. Можно тысячу раз выполнять одну и ту же операцию при определенной патологии, и она одинаковой не будет. Они все разные. Все равно есть нюансы, есть отличия. Запоминаются какие случаи? И тогда, когда, казалось бы, безнадежный пациент приходит, и мы делаем огромную операцию с огромными рисками, и человек уходит здоровый, и потом на протяжении многих лет приходит к нам на осмотр, и мы видим, что мы победили заболевание. Вот эти ситуации запоминаются всегда. Вот если говорить о выздоровлении пациента, на ваш взгляд, насколько важную роль играет психологическое его состояние, и ведется ли работа, может быть, штатом именно по нормальной стабилизации психологии? Конечно. Для человека, когда ему ставят диагноз злокачественного образования, это всегда в определенной мере шок. Поэтому прежде чем приступить к лечению, конечно же, мы проводим и психологические беседы, и разъяснительные беседы. Но я хочу сказать, что абсолютное большинство людей к началу лечения, после общения с врачом-онкологом, они приходят в нормальное состояние. Мы говорим, что да, у вас будет хороший результат, да, мы приложим все усилия, но вы нам должны помочь, потому что вы наш помощник. И люди охотно становятся на нашу сторону, мы становимся единой командой, и нам удается победить это заболевание. Вы вот сказали о том, что после оперативного какого-то вмешательства, после излечения, скажем так, человек все равно посещает диспансер. То есть это такой протокол, скажем так, лечения, да? Да, да. Вы ведете, получается, деятельность уже и после его лечения, да? Обязательно. Причем пожизненно. Для чего это надо? Для того, вот особенность опухоли – это возврат заболевания, через какое-то время заболевание может вернуться. И то, по поводу которого он получал лечение, и совершенно другое заболевание, так называемое первично-множественное опухоли у человека появляется. И чтобы их поймать на ранней стадии, возврат заболевания, и провести, соответственно, адекватную терапию, и полностью его контролировать. Для этого пациенты, которые прошли лечение в стенах учреждения нашего, мы их приглашаем с определенной периодичностью. Первый год – это каждые три месяца, потом раз в полгода, и потом ежегодно, один раз в год, они приходят нам на обследование, которое необходимо, я еще раз говорю, для того, чтобы в случае, если, не дай бог, это заболевание вернется, чтобы его поймать на ранней стадии, и превентивно нанести удар по этому заболеванию. Мы сегодня не раз говорили, что вот такие успехи в деятельности медучреждения во многом зависят от штата. Штат молодой, но уже опытный. Вы постоянно проходите какие-то обучения, вы об этом говорили. Есть ли, может быть, сейчас ближайшие планы? Будете принимать участие в какой-то конференции, или, может быть, в том году были какие-то особенно важные мероприятия, которые прошли? Профессия врача, специальность врача, она требует постоянной ежедневной работы над собой, актуализации знаний, потому что то, что было пять лет назад, уже сегодня неактуально. И чтобы быть на пике своих профессиональных знаний, умений, надо постоянно актуализироваться. Это чтение литературы, это изучение периодической печати, это посещение конференций, мастер-классов и так далее. Все это в ежедневном режиме. Каждый практикующий врач делает постоянно. По поводу конференций, они у нас регулярно проходят. Причем на базе у вас еще тоже. И на базе нашего учреждения. В прошлом году две крупные конференции проходили с привлечением специалистов ведущих российских учреждений. Сейчас вот в Ставрополе на следующей неделе мы не просто будем участвовать, там мы будем докладывать результаты своей работы. У нас будет пять докладов. Форум онкологов России будет проходить в Ставрополь. И в наше учреждение наши специалисты нам будут принимать самое непосредственное участие. В завершение нашей сегодняшней беседы хотелось бы от вас, как от онкологов, все-таки услышать, может быть, несколько советов жителям нашей республики, нашим телезрителям. Может быть, есть какие-то советы, как избежать все-таки, не провоцировать развитие онкологических заболеваний у себя? Избежать можно. Что для этого надо? Ну, первое, я еще раз вернусь к мысли о том, что рак – это не приговор. Это первое. Это заболевание, которое можно контролировать. Первое – это образ жизни. Активный образ жизни, занятия физкультурой, правильное питание. Сон? Да, сон, конечно. Сон. Это позволит избегать неблагоприятных привычек курения, алкоголь. И это позволит держать себя в форме. Это снижает риск злокасечного образования любой локализации. Ну, а если вдруг, не дай бог, среди полного здоровья появляются какие-то симптомы, лучше обратиться к врачу, лучше перестраховаться и быть здоровым, чем потом долго лечиться. Чем потом долго лечиться, да. Что ж, Евгений Васильевич, спасибо вам большое за то, что вы нашли время в своем таком плотном графике хирурга и пришли к нам, пообщались с телезрителями, рассказали много полезного и нужного. Мы желаем успехов в работе вашего учреждения и чтобы как можно меньше людей страдали таким заболеванием. Я прощаюсь с вами, наши дорогие телезрители. Желаю вам здоровья и успехов. Берегите себя. Увидимся совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok